Анамнез. Новое образование обнаружилось случайно, 23 октября 2019 года, в результате УЗИ, сделанного дополнительно гастроскопии, в результате которой ничего не нашли, кроме НР, назначены в процессе исследования причины постоянной сухости кожи вокруг рта и тяжести после еды. УЗИ брюшной полости, гастроскопию, заключение по МРТ с контрастом, КТ без контраста прилагаю. Жалоб помимо сухости вокруг рта нет, тяжести в желудке после лечения НР антибиотиками нет, болевых ощущений нет и не было. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ брюшной полости пациентки 57 лет, выполненного 11 декабря 2019 года. При МРТ органу брюшной полости в аксиальной и корональной проекциях печень чуть увеличена. КВР правой доли 15 см, мелкая киста в шестом сегменте правой доли. Желчные пузыри при МРТ и ХПГ размерами 5 на 1,8 см, с загибом, с четкими контурами стенка не утолщена. Камни в желчном пузыре не визуализируются. Ширина воротной вены 1,3 см. Внутри печеночные и желчные протоки не расширены. Холедок прослеживается на корональных и аксиальных изображениях. Ширина его не превышает 0,4 см. Селезенка не увеличена. Размерами 6,7 на 3,6 см. Без признаков патологических изменений очагов не содержит. Селезеночная вена 0,8 см. Поджелудочная железа в размерах не увеличена. Передний и задний размер ее на узней головке, тела и хвоста составляет соответственно 2,9 на 1,2 на 1,4 см. Контурируется отчетливо, структура неоднородная, дольчатая, без очагов. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрована. Патологические инфильтраты и увеличенные лимфатические узлы брюшной полости за брюшином пространстве на уровне обследования не выявлены. Асцита нет. Деструктивные изменения в позвонках в зоне сканирования не определяются. Левый надпочечник не увеличен без узлов. К наружной ножке правого надпочечника прилежит округлое образование с четким ровным контуром. 36 на 31,3 на 46,8 мм. Образование яркое на ДВИ. Структура неоднородная на Т2ВИ и активно и неоднородно накапливает контраст. Низкий сигнал в противофазу. Почки расположены обычно, в размерах не увеличены. Справа вне почечная лоханка и две мелкие простые кисты в нижней трети и нижнем полюсе. Заключение. Аденома правого надпочечника. Завкафедрой профессор Холин А.В. Комментарий врача лучевой диагностики. Брюшная, доброкачественная аденома. Можно удалить, так как размеры большие. В принципе, они растут медленно и можно не трогать и наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова